Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире новая рубрика, пока я не знаю, как ее назвать. В общем, я буду делиться с вами простыми секретами и приемами моделирования, как простые обычные лекала превращать в нечто более сложное и необычное. А в этом выпуске мы с вами научимся моделировать рукава. Для этого нам понадобится простой одношовный вточной рукав. Этот рукав можно построить по моему пособию по конструированию женской одежды. Для того, чтобы получить пособие, напишите мне на почту happynass.gmail.com Для того, чтобы создать модель рукава, как на картинке, расклешенную к низу, вам необходимо будет разделить рукав на несколько частей вдоль всего рукава. Теперь разрезаем рукав по этим линиям, не доходя буквально на один миллиметр до самой верхушки. Итак, наш рукав был вот таким простым прямым рукавом. Теперь мы начинаем раскрывать все детали. Угол раскрытия должен быть везде одинаковым. Теперь аккуратно обводим рукав по всем линиям. Низ рукава вам необходимо будет соединить отрезки между деталями плавной, слегка округлой линией. Вот такую форму приобрел рукав. Как видите, это очень легко и просто, а эффект получается великолепным. А что если, к примеру, вы хотите скроить рукав, который в верхней его части будет простым, прямым, а вот примерно от уровня локтя будет немного расклешаться? Вам необходимо определить уровень, на котором начнется расклешение, расширение рукава. К примеру, уровень локтя. Определите его, очертите и разрежьте лекало по этой линии. Разделим нижнюю часть рукава вдоль его длины на несколько полос. Также разрезаем лекало на эти полоски, не доходя на один миллиметр до верхнего среза. Затем нам необходимо будет раскрыть нижнюю часть в той степени, которая нам необходима. И помним правило. Раскрытие между всеми деталями должно быть одинаково. Обводим окат рукава, локтевой срез и нижняя часть. А как обрисовывать низ рукава, вы уже знаете. Верхнюю линию этих деталей мы не обводим. Теперь можем убрать рукав. И нам необходимо его немножко скорректировать. Посмотрите, в том месте, где мы начали расклешение рукава, у вас может образоваться вот такой небольшой уголок. Вам необходимо его сгладить. То есть добавляем буквально 5 миллиметров, если необходимо 1 сантиметр. Посмотрим еще одну форму моделирования рукава. Она часто называют фонариком. В руках фонарик. Моделируется она очень похожим способом. Вам снова необходимо будет разрезать простой одношовный вточной рукав на несколько деталей. И разрезаем по линиям полностью, не оставляя никаких миллиметров сверху. Рукав фонарик отличается тем, что имеет сборку не только по низу рукава, а также и по верхней его части, то есть по окату рукава. Вам необходимо будет в желаемой степени просто раздвинуть все детали. Но правило такое же. Раздвигаем мы их на одинаковое расстояние друг от друга. Мы увеличили ширину рукава. Но для того, чтобы фонарик красиво сидел и образовывал небольшие волны, наплывы, создавал объем и не тянул в длине рукава, нам необходимо будет немного увеличить высоту оката рукава и немного углубить линию низа, для того, чтобы середина рукава немного вытянулась. Поэтому для начала мы увеличим высоту оката рукава примерно сантиметра на 2-3. Длину низа рукава увеличим также, примерно на такую же длину. Далее нам необходимо будет соединять все детали не строго по прямой друг с дружкой, а начиная с первой детали мы ее обводим по окату рукава и плавно ведем к намеченной верхней точке. Фактически мы сейчас игнорируем все верхние срезы деталей, за исключением крайних деталей. Также от этой верхней точки ведем ко второй крайней детали и обводим ее строго по верхней линии, по срезу оката рукава. Далее локтевой срез и переходим к низу рукава. Нам необходимо будет нижние точки локтевого среза соединить плавные округлые линии с той точкой, которую мы до этого опустили. Можем убирать лекало и вот такой рукав мы получили. Таким образом мы превратили простой вточной одношовный рукав в рукав-фонарик, достаточно широкий. Вам необходимо будет собрать этот длинный срез оката рукава на сборку. Длина этой сборки, длина оката рукава в готовом виде равнялась длине оката рукава до его моделирования. А вот уже сборку по низу будете регулировать сами, в зависимости от обхвата самой широкой части вашей руки, то есть обхвата плеча. Как видите, все очень просто и весело. Если вам понравился такой формат и такая рубрика, обязательно поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. И еще, если у вас есть какая-то идея, как назвать эту рубрику по моделированию, оставьте ее в комментариях под видео. И мы сделаем ее постоянной. С вами была Гульнас, я желаю вам успешного и прекрасного дня. До встречи в следующем видео.